Валерий таксует каждый день. Количество заказов к спорткомплексу Салют обычно не маленький. Особенно их число возрастает после обеденное время. По окончанию школьных занятий многие дети спешат в спортивные секции. Вечером здесь и вовсе не разъехаться. Высаживать пассажиров зачастую приходится в нарушение правил. Пройти лишние десятки метров в Котлашане отказываются. От ассортии многие не хотят идти, потому что с детьми. На пешеходном запрещено останавливаться, но в нарушении всех правил. Что делать-то? Куда деваться? Вся стоянка забита. Вот впереди машина стоит. Уже на пешеходнике. Он сзади пристраивается. Проблема с высадкой пассажиров у детской юношеской спортивной школы всплыла в середине осени. До этого времени водители делали остановку у торгового павильона напротив Салюта. Люди, как и полагается, переходили проезжую часть по пешеходному переходу. Сейчас парковка закрыта. Проезд автотранспорта с улицы Кузнецова ограничен бетонными фишками. Те, кто сделал остановку на пешеходном переходе, автоматически попадают в разряд нарушителей. Если водитель транспортного средства совершил остановку или стоянку на пешеходном переходе, то за это предусмотрен административный штраф в размере 1 тысячи рублей и задержание транспортного средства. Решением проблемы могла бы стать дополнительная парковка у Салюта. Пойдет ли на это город ввиду дефицита бюджетных средств? Этот вопрос мы обязательно адресуем администрации Котласа. Сегодня избежать штрафа от ГИБДД за неправильную остановку можно только в одном случае, если водитель высадит клиентов в положенном месте. Например, у Сбербанка, что в нескольких минутах ходьбы от Салюта. Клиентам такси тоже будет не лишним перечитать правила дорожного движения. Известная поговорка «клиент всегда прав» здесь не работает.